Сейчас следовое поле стадиона Труд стало полем футбольным, но закончится лето и сюда вернутся игроки водника. И снова будут жаркие матчи, и снова болельщики будут поддерживать хоккеистов на трибунах и у экранов телевизоров. В руководстве спортивного клуба шутят, сотрудники канала ПС пропишутся на стадионе. Следующий сезон для желто-зеленых юбилейный клубу 90 лет. Прямые трансляции игр в рамках чемпионата России продолжатся. Кстати, в этом году матчеводника в интернете смотрели больше 12 тысяч зрителей. Многие болельщики в своих чатах признавали, что дошла лучшая картинка, которая была на тот момент в России. То есть хочется, чтобы эта картинка лучшая в России продолжалась. В том, что ПС заразил любовью к спорту сотни мальчишек и девчонок, их мам и пап, уверен спортивный комментатор канала Николай Мердеев. Для него вести прямые репортажи в новинку. Признается, сначала волновался, но азарт игры сделал свое. Первый комментарий с детского футбольного турнира «Лакобол». И сейчас удар! Вратарь на месте! Вратарь на месте! Еще один удар! Это захватывает, это интересно, когда смотришь, особенно на пацанов, они с таким азартом играют. По-доброму, замечательно. Сейчас такой интерес к спорту пошел, понимаете? Молодежь уходит от вредных этих всех привычек, она старается поближе к спорту. Впервые в этом сезоне канал ПС транслировал командный чемпионат Архангельской области по теннису среди мужчин. Ракетки, матч-пойнты и гандикапы в прямом эфире. В городской федерации тенниса иначе как прорывом это не называют. Даже были определенные споры о том, кто будет играть именно на этом корте, потому что игры происходили на двух кортах, а трансляция была только с одного. То есть людям хотелось попасть на экран. Люди, которые смотрели трансляцию, им было это интересно. Им были интересные комментарии, которые осуществляли наши же теннисисты. О, спорт ты мир! Эти слова сказаны Пьером де Кубертеном. Для каждого спортсмена объяснений не требуют. Канал ПС делает этот мир динамичный, азартный, радостный, ближе к каждому. Елена Матвеева, Сергей Минин, Панорама Севера.